Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Киева и из интернета, знаете, с тем общаешься? С телефоном. То есть, сейчас идет общение такое виртуальное. Я, кстати, слышал, что... Просто видел заголовок, что Цутерберг делает какую-то виртуальную вселенную, виртуальный мир. То есть, Фейсбук, он сейчас с помощью... То есть, к чему все идет? Будет скоро такие очки. И будет ощущение, полное ощущение, что мы сидим рядом в одной комнате. И я думаю, что через какое-то время найдут способ в мозг посылать сигнал, чтобы тактильно тоже испытывать ощущение от мира. Только это будет приходить через мозг. И вот эта виртуальная вселенная, это не метафора. Я думаю, что лет через 20 большая часть человечества будет лежать в таких гамаках, в капсулах таких, и получать... Потому что выгоднее будет давать им какие-то продукты через трубочки, да? И будут в этих виртуальной реальности очках путешествовать в каких-то виртуальных мирах. Я думаю, что все вот к этому идет, если говорить технически. Но у Всевышнего могут быть совсем другие планы. Всевышний, он может совершенно... Как делали Вавилонскую башню, когда они думали, что они уже все победили Всевышнего. Так же и сейчас, думаю, клонирование, искусственное рождение, ДНК. Болезни, думали, уже победили. Ученые уже до последнего коронавируса уже просто они были прямо на вершине славы. То есть они конкретно думали, что все уже, всех победили. А сейчас коронавирус и... Опачки. И не знают, что с ним делать. Вообще не знают. Хорошо. Значит, а мы продолжаем изучать Тору. В этом мире должно быть что-то постоянное. Постоянное, настоящее. И мир духовный, он есть. То есть если есть мир виртуальный, то духовный тем более есть. Это нам просто дает метафору о том, что происходит с душой после выхода из тела. И люди пытаются здесь уйти в эту виртуальную реальность. А она все равно всех нас ждет. То есть оп, душа выходит из тела и попадает в виртуальный мир, в котором мы не были, но он есть. Этот мир очень хорошо описан. Пророки его видели. И пророки видели вот этот весь мир, как оно все работает. Есть в Талмуде очень много историй. Самая впечатляющая для меня история это как Хасид ночевал на кладбище и слышал, как две души разговаривают. Они, давай полетаем. Там одна душа говорит, нет, я не могу, меня похоронили в циновке и я некрасиво выгляжу. Отсюда следует, что самовосприятие души оно фиксируется в какой-то момент или в момент похорон или в какой-то другой момент. Вот тут я это не совсем знаю. Но судя по этой истории, самовосприятие души идет в момент похорон. Вот она выходит из тела. Но возможно, возможно, вот если спросить человека, а как ты себя видишь? Вот, человек, как ты себя видишь? Мне сегодня снился сон. Я себя видел в этом сне где-то в возрасте лет 25, а мне 48. Может быть, самовосприятие фиксируется на каком-то молодом этапе. Это надо выяснить. Хорошо. Значит, сегодня мы продолжаем изучать книгу «Береди свою речь» Рава Зелега Плистина. И сегодня он говорит нам рецепт царя Давида. Рецепт царя Давида. Значит, царь Давид. Сегодня у нас вообще будет урок, посвященный царю Давиду. Во многом, вот, с разных сторон мы его рассмотрим. Первое с точки зрения лошоно разное изучение. И здесь он приводит рецепт царя Давида в следующем ракурсе. Он говорит, некоторые люди считают, что если большинство неосторожны в своих речах, почему я должен отличаться от остальных? То есть вопрос очень, реально очень большой. Почему? Потому что, вот, я, например, ну, не я, кто-то, заходит он в ту же синагогу. Как дела? Да, и пошли вот так вот. Может крутиться там лошоно-ра, прямо вот только лошоно-ра, она может быть ответом на этот вопрос. Причем, я вот, например, каждый раз захожу в Тиевскую синагогу, во двор, и я вспоминаю книгу, вот там у меня стоит эта книга. Одна женщина описывает свою жизнь. Она жила здесь на Ярославской, 20, со своей папой и мамой. И они были семья, которые продолжали соблюдать заповеди в советское время, когда было все запрещено. Тридцатые годы, сороковые годы, война, там, они были в эвакуации, потом они вернулись, и они все время соблюдали заповеди. 50-й год. И в 50-м году ее отца на улице арестовали. Арестовали и бросили. Три года он просидел без суда, без следствия в тюрьме, в одиночной камере, и его выпустили, когда умер Сталин, его просто вытянули на улицу, потому что он не был осужденный. И у него был переломан позвоночник, и он дополз до дома, представляете, это я в этот момент плакал прям, да? И они сидят, а от мамы с дочкой, которые жили от синагоги в одном квартале, вся синагога отвернулась, никто не хотел с ними общаться. И даже когда они пришли сюда на Роша Шана, им никто не сказал хорошего года. То есть все от них, типа, жена и дочка врага народа, боялись, потому что, как бы с ними начнешь, потом посадят. И они, вот она пишет об этом, как о них никто не пригласил, никто не это. А потом, значит, когда 53-й год, они сидели, очень такой момент волнительный, мама, она всегда верила, что отец вернется. И она на пулем, она поставила стул для него, и заполз отец. Представляете, с переломанным позвоночником, все потом врач вызвали, удивлялись, как он вообще выжил, но вот он выжил. Очень сильная книга, дай мне вот синенькая, я скажу, как она называется. Справа стоит синяя книга, просто история, я на каждой странице плакал, я говорю. Хорошо, теперь, значит, вопрос задает Рамзелик Плистин. Он задает вопрос, не, не это, не это. Хорошо, сейчас, сейчас я секунду, я скажу, как книга называется, может кто-то купит. Очень, очень, вы прям получите сейчас. «Голос безмолвия» называется эта книга. Вот. Эта книга называется «Голос безмолвия». Вот. Вот такая, вот так выглядит эта книга, «Голос безмолвия». Написала ее эту книгу, значит, Рабанит Батья Барк, хорошо известна в еврейском мире. Ее книга – живое свидетельство подвига ее родителей. Рава Иуды Леба и Алти Белы Майзлик, осветивших своей чистой верой, имя Творца в стране безверия. И сама Рабанит Батья своими лекциями, уроками и семинарами зажигает новый огонь веры, также и в сердцах тех, кто соблюдает заповеди Торы с детства. В общем, эта книга, вообще, фантастическая, эта история. и представляете, открылась у меня страница как раз на этой истории. Вот, прямо Коржик со слезами называется. Эта страница, потом посмотрите, 162. Вообще, история очень такая. Хорошо, значит, задает вопрос Равзелик Кристин. Вот человек, который начинает соблюдать, и он решает, что я не буду говорить ни про кого плохо. Вот не буду. Ни про кого плохо не буду говорить, не буду слушать ни про кого плохо, не буду никого унижать, не буду никому напоминать о его, значит, не буду никому напоминать о его там плохих качествах, о прошлом и так далее. Решает человек. И потом вдруг, бах, и он заходит и смотрит, а все нарушают. То есть, люди религиозные, одетые как религиозные, выглядящие как религиозные, Ну, не религиозные, понятное дело, у них 80-90% речи состоит из осуждения кого-то. То есть это вот просто послушайте с замерами в руках, о чем говорят люди вокруг вас, начиная там от таксиста и водителя маршрутки до, я не знаю, до сотрудников, директоров и телевизионных ведущих и так далее. 90-80-90% речи состоит из осуждения и унижения других людей. Теперь получается, человек, который это слышит, он говорит, а почему я должен отличаться, почему я должен воздерживаться. Все же говорят, не может быть, чтобы Всевышний судил мир, ну все нарушают, ну что такое. И здесь он приводит такую притчу. В одном городе разразилась эпидемия страшной болезни и не было врача, который мог вылечить, да, изобрести лекарства. Люди привыкли со временем к своим страданиям и вдруг в городе появляется врач, который знает лекарства. Он нашел лекарство от этого недуга. И он дал объявление, что может вылечить всех желающих. Однако никто к нему не пришел. Только один человек, увидев это объявление, он пришел к нему, к этому врачу. Его люди спрашивают, а что ты к нему так торопишься, зачем тебе эта прививка? Зачем прививка-то тебе? Вообще Николись, неизведанный врач, мы уже привыкли бороться с этой, жить с этой болезнью. Что тебе больше всех надо, зачем тебе вакцинирование это, да? И он ответил, он говорит, моя жизнь зависит от этого врача, а я хочу жить, поэтому мне нет никакого дела, как остальные смотрят на свои страдания. И если так обстоит дело с лекарством для тела, то что сказать о лекарстве для души? Царь Давид завещал нам рецепт вечной жизни. Есть конкретный рецепт вечной жизни, который царь Давид в псалмах в 34-й псалом, 13-й и 14-й отрывок. Мы вчера его упоминали и сегодня повторим. Кто человек, жаждущий жизни, он говорит. Имеется в виду, жаждущий вечной жизни тот, кто хочет жить. Значит, Тот, кто хочет жить и видит только хорошее. Как это сделать? Нецор лешанха мира. Останови свой язык от зла. Вес фасеха медабер мирма. И свои уста от обмана. Сур мира. Отодвинься от зла. Весе тоф. И делай добро. Это рецепт. Значит, вот на этой оптимистической ноте мы, опять же, еще раз усилили свое внимание к заповедям Лошонара. К тому, чтобы не говорить злоязычие, не слушать злоязычие, не распространять сплетни, не верить злоязычию. То есть, не впускать в себя и не выпускать из себя. И сюда же входит не говорить себе внутри вот эту вот злую речь. То есть, то, что унижает и оскорбляет других людей. Или вообще себя же тоже. Некоторые люди себя так ругают, что послушаешь его, думаешь, ну вообще, как он себя ругает-то. Да, вообще. Хорошо. Теперь мы переходим на заповедь почитания родителей. Заповедь почитания родителей. И многие считают, что попали в сложную ситуацию со своими родителями, потому что заповедь тяжелая. Да. И, значит, заповедь очень тяжелая. А я вот на сайте Талдот смотрю, какие люди задают вопросы Равину и понимаю, что бывают эти ситуации, которые, по сравнению с которыми, уже меняется как бы мерка, что такое тяжело. Потому что иногда человек... У меня любимый пример того, насколько мы живем в мире иллюзорных интерпретаций. И любая оценка, которую человек делает, это субъективная, иллюзорная оценка. Значит, любимый пример простой. Берете три ведра. Ведро комнатной температуры, ведро горячей воды, ведро холодной. Засовываете руки в правую ведро горячей, левую ведро холодной. Потом вытаскиваете и засовываете обе руки в ведро с комнатной температурой. И обе руки чувствуют эту температуру по-разному. Абсолютно по-разному. Правая рука из горячей пришла, чувствует воду как холодную, левая пришла и чувствует воду как горячую. Вот, пожалуйста. А какая вода? Все зависит, с какой стороны ты пришел и с какой ты смотришь. Точно так же заповедь почитания родителей и ситуации с родителями. Девушка пишет, что папа оставил семью, когда она была маленькая, унижал семью, унижал мать, унижал ее, денег никогда не давал, оскорблял и так далее. Каждый раз, когда она пыталась с ним установить какие-то отношения, он эти отношения рвал. И вот она пишет письмо, она рабонит, значит, по-моему, отвечает на этот вопрос Цепора Харитян. И она ей пишет, и что мне, как мне выполнять заповедь по велеванию отца, почитания родителей. А она ей говорит, слушай, есть заповедь почитать родителей, то есть помогать им, но нет заповеди любить родителей. То есть в твоей ситуации, понятно, что тебе тяжело любить такого отца, который тебя ненавидит. Но говорит, если ему нужна будет помощь, так ты должна будешь ему помочь. Но любить его ты здесь не должна. В общем, она девушка успокоила, сказала, что есть еще много других заповедей. Но если посмотреть на жизнь этой девушки, а еще девушка больна неизлечимой какой-то болезнью с детства, и у нее нет ни друзей, ни денег, ни знакомых, ничего. Потому что у нее она такая нелюдимая, и она тоже в этом обвиняет, опять же, своего отца, что это из-за него все. В общем, читаешь эти все истории и думаешь, Господи, то, что тебе казалось только что проблемным в своей жизни, вдруг оно начинает казаться прекрасным. Это как ситуация с ведрами с водой. И сразу же я вспомнил царя Давида. Опять мы вернемся к царю Давиду, который всем нам показал путь к свету. Кто человек, жаждущий жизни, он прям все поколения, около трех тысяч лет, он этой фразой поднимает, дает добро и так далее. А он-то как жил. И вот я опять вернулся к его биографии царя Давида. И оказалось, что жизнь у царя Давида была очень непростая. Непростая. Значит, у царя Давида было восемь жен и десять наложниц. То есть у него было восемнадцать, получается, семей разных. У него родилось множество сыновей и дочерей от всех этих восемнадцати жен. И подросшие сыновья, они все были вокруг него и стали его помощниками в управлении войском и государством. Теперь первенец его, первенец это первый сын, представляете, старший сын царя Давида. Он очень любил свою сводную сестру Тамар, дочь Давида от другого брака. И, значит, он ее любил. И там она была дочкой царевны Гишура, государства такого, которое царь Давид завоевал. И она ему родила Тамар еще до того, как приняла еврейство. Тоже интересный факт такой. Поэтому, в принципе, а потом родила она ему еще одного ребенка в Шалома. То есть он ее взял на войне, как пленницу. И, значит, Тамар могла, в принципе, могла стать женой Амнона, но он ее обманул. В общем, такая с ним произошла история. И он ее захватил силой. То есть тоже интересно. Царь Давид захватил ее маму силой, да, потому что она была пленница. А этот, его старший сын от другого брака, захватил эту дочку силой. Ну что? Ну что? Царь Давид очень на него разгневался. Разгневался. И, значит, что сделал, интересно, я этого не знал. После этих событий царь Давид и его мудрецы вынесли законодательное постановление о запрете находиться мужчиной, мужчине и женщине в одном закрытом помещении. Уединяться запрещено. Потому что, если бы этого не было, то он, может быть, у него и не сорвало крышу. Но что дальше? Два года спустя после этих событий брат Тамар, родной брата в Шалом, заманил Амнона в западню и убил его, чтобы отомстить за сестру. Вот семья царя Давида, великого праведника. Старший сын, он... Его убивает сына другой жены. Да, все. Теперь, значит, Абшалом убежал, убегает к своему дедушке, царю этого... К папе жены. В общем, царь Давид, он этого Абшалома через несколько лет, через три года он послал за ним своего полководца, вернул сына в Иерусалим, два года еще не пускал к себе. Значит, за это время у Абшалома родились и умерли в младенчестве трое сыновей, внуков Давида. Вот мы сейчас живем и думаем, какая у нас жизнь тяжелая, какая у нас жизнь тяжелая, прям вообще тяжелая, растяжелая. Но в то время была детская смертность больше 50%. То есть в каждой семье, это было как норма, 50% людей, детей умирали. То есть в каждой семье. У царя Давида мы видим, что не просто умирали, этот убил, один сын убил другого, три внука после этого умерло. Страхи вообще. И потом, к чему это все приводит? Что еще через несколько лет Абшалом поднимает мятеж, объявляет себя царем Израиля и идет, чтобы убить царя Давида. Представляете вообще? Вот это жизнь. То есть когда мы говорим, что у нас сложные испытания, то надо всегда помнить, что, что, ну вот, просто посмотреть на этот, вспомнить три ведра, три ведра с водой и подумать, что вот это сегодняшнее, то, что мы считаем испытанием, это в какой-то ситуации может показаться нам наградой, а не испытанием. Потому что то, что, знаете как, человек, например, идет, жалуется, нога у меня болит, да, нога болит, вот болит у меня нога. Потом ему, значит, трамвайом ногу отрезало. Что он будет говорить после этого? Да мне хоть любую ногу дайте, верните мне ногу, пусть болит, пусть 10 лет у меня болит, и 20 лет болит, только чтобы была нога, уже бы я ее вылечил. Это я читал тоже, один человек писал, он говорит, иду, значит, я вечером, такой весь расстроен, у меня куча проблем, то не так, это не так. А человек какой-то такой известный, благополучный, и такой он говорит, я просто в депрессии, все не так, это не так. Подхожу, значит, там в магазине к кассе, и стоит такой веселый парень, смеется, там хихиха-ха, вообще веселый, шутит с продавщицей. Я потом присматриваюсь, а у него ноги нету, он без ноги вообще. Ну, одной ноги нету, он на костылях. И он, значит, а он ухахатывается, смеется. И он говорит, я с ним сфотографировался, говорю, слушай, ты мне сейчас такой урок преподнес, что я со своими мини-проблемами, я в депрессии, у тебя ноги нету, ты веселый. То есть, все зависит от взгляда, от ракурса. В общем, Абшалом, он восстал на Давида, родители от Давида еще до этого отказались, там у него тяжелая была история. И что это все дало? Все это дало, что, значит, царь Давид в Таилиме, да, есть псалом, я, вот здесь приводится его, один из псалмов, перевод. Он пишет, все люди вероломные предают тех, кто их любит, говорил царь Давид в то время, да, когда на него все это сварилось. Ведь я видел, что сын предал меня и ищет моей смерти. И весь Израиль отвечает мне злом за добро. А Израиль, он, он пошел тогда за Абшаломом. Большая часть народа пошли за Абшаломом. Хотя царь Давид всю жизнь полностью для них был самоотверженный царь такой. И, значит, что, что было дальше? Дальше была там длинная история, прочитайте, кому будет интересно, в статье. И, значит, тут целая вся эта история подробно рассказана. Как вышел Шимис Ингерой и его позорил. А царь Давид сказал, пусть этот позор, он снимет с меня мои грехи. Это для меня, ну, позор это такая же боль. И он говорит, пускай еще с этим позором, может быть, Всевышний сейчас меня снимет мои грехи, простит меня за то, что я делал и так далее. И, значит, дальше он все, царь Давид молился, плакал, просил Всевышнего. И как раз из этого родились псалмы царя Давида, из вот этих вот тяжелейших ситуаций, когда он в самых больших испытаниях он обращался к Богу. И мы теперь этими словами, псалмами, мы тоже разговариваем с Богом. Это как был, знаете, эти молитвы, они дошли до Всевышнего, потому что по факту царь Давид был праведный, и у него было настолько тяжелые испытания, в которых у него просто внутри шел вот этот вот взрыв, и он не отказывался от Всевышнего, а наоборот, он искал близости со Всевышним, чтобы он его простил. И, значит, в итоге он его простил, и царь Давид все равно в псалмах большая часть. Псалмов это аллилуйя, прославить Бога, но хотя он именно мимо Мааким кратиха Ашем, он из глубин, из тиснин, из самых тяжелых испытаний он взывал к Всевышнему, и в итоге все было хорошо, то есть в итоге царь Давид, в принципе, он после него, он подготовил, подготовил все к строительству первого храма, его сын Шлома Амелла, царь Славом, он был мудрейший царь, который построил первый храм, царь Давид его сам же воцарил на царство, и он понял, что все вот эти испытания, они были, в принципе, для пользы, это как сейчас идет Олимпиада, и когда Олимпийский чемпион вспоминает все свои травмы, боли и так далее, и он говорит, все это было не зря, все это было не зря, все, удачи всем и успехов, и, значит, Шаббат Шалом, все, Шаббат Шалом, сейчас у нас будет Шаббат, время выключить всю свою созидательную деятельность, и погрузиться в реальность, в мир Всевышнего, ничего не меняя, не делая никакие, малоход, никакие работы, даже заповеди, повелевающие, нет никаких действий, да, просто сейчас 2-4 часа можно, можно, как, погрузиться в другую реальность, все, Шаббат Шалом, и всего хорошего. все, 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 Продолжение следует...